Мы уже рассказывали об организации «Белые каски», которая действует в Сирии, прикрываясь благотворительной деятельностью. Она на деле помогает террористам. Похожие организации обнаруживаются и в Донбассе. Об этом наш следующий репортаж. Одна из них, чешская, называется «Человек в беде». На первый взгляд, гуманитарная. Вроде бы привозит помощь, распределяет ее, помогает людям. Но посмотреть внимательнее задачи другие. Ищут противников власти в Донбассе, организуют пропаганду в социальных сетях. А благотворительность только ширма. У сына Анны Федоровны туберкулез. Лечения, питания, денег катастрофически не хватает. Увидев объявление, что больным туберкулезом чешская благотворительная организация выделяет продуктовые наборы, их пенсионерка по шахтерской привычке называет тормозками, подала заявление, звонила, ходила. В итоге, кроме обещаний, ничего. Говорит и правда, когда человек в беде, беда не приходит одна. Ну что ж, не будет, значит не будет. Но пусть знает народ, что вот этот человек в беде, вот это та беда, которая нас давит, которые где-то наши тормозки отдают. Я более чем уверена, что наши тормозки идут как в супермаркеты. На основании этих накладных мы нашли, куда были перемещены 40 тысяч банок мясных консерв. Вот, и вы можете увидеть здесь, что здесь не только консервы, что здесь еще идут и продуктовые наборы. Консервы на общую сумму не менее 2 миллионов рублей предназначались для жителей Донбасса. Они получили раз, не получили другой. Люди стали обращаться в правоохранительные органы, к депутатам. Тогда-то и выяснилось, около 2 тысяч банок по документам числятся как вздутые, непригодные. Остальные вместе с продуктовыми наборами перевезли с одного склада на другой. Выдавать не будут в целях безопасности. Нам стало подозрительно, почему вот это все, вся вот эта продукция, которая была завезена под видом благотворительной помощи, ушла на склады торгующей организации. С магазинами, которые... Фактически, да, они являются поставщиком в крупные гипермаркеты, в супермаркеты. Продукция арестована, склад опечатан. После этого случая стали внимательно и подробно изучать деятельность в Донбассе чешской благотворительной организации «Человек в беде». Истории о том, как обещали и в итоге обманули, немало. Справедливости ради, истории о помощи тоже есть, когда человек в беде манипулировать несложно. И еще проще, когда в беде десятки тысяч. О том, как работала благотворительная организация «Человек в беде» в Горловке, как говорят в местной администрации, хорошо видно на примере вот этого дома в Никитском районе. Здесь жильцам пообещали заменить окна. У всех собрали данные, всем раздали обещания. Но в итоге новые окна получили лишь единицы. Пришли двое ребят, я даже не знала, говорю, кто, они сказали, вроде как человек в беде. Привезли стекла, и мне в зале застеклили окно. И вот когда эти ребята ставили, я просто спросила, говорю, вот на втором этаже, говорю, ключи у меня есть тоже, говорю, и соседи окно разбито. Они говорят, мы ставим окна по спискам. В этом списке попало две квартиры с того подъезда, и моя, мол, с этого. Манипулировать сознанием, причем ни слова прямо, меняется только обстановка, точнее, нагнетается. А вместе с ней меняется человек. На языке специалистов это называется подвинуть сознание объекта. И схема здесь несложная. Например, такая хаотичная благотворительность. Организация выбирает, скажем, 100 человек, кому нужна помощь. Проводят анкетирование, документы просят подавать через органы госвласти, городскую администрацию. Люди записываются, ждут, помощь выделяется, но продуктовых наборов, скажем, в два раза меньше. Их распределяют, слуг пошел, началась выдача. Те, кто не получил, обращаются в организацию. Там отвечают, все, что было, передали администрации, вопросы туда. 50 человек справедливо чувствуют себя обманутыми, обращаются к местным властям. Документы-то сдавали им, и вот раскол между властью и обществом. Раскол внутри самого общества. Спор, почему одним помогли, другим нет. Во дворе всего того же дома в Горловке. Еще не конфликт, но уже спор, кому не поставили окна. Чего подобного? Ну, кто вам такую глупость сказал? Когда нас разбило год назад, в 15-м году, у нас тоже была задолженность, потому что платить было нечем. Не знаю, ко мне приехали, ребята поставили. Клеенок нету. Ну, что, выдавали. Кому-то, кому-то давали. Нам не досталось, но соседи помогли. У кого-то из-за сложности клеенку не давали. Да ну ничего, поддавай, ребята. Было предложение взять один район в городе Донецке, или взять один город, и выдать полностью под контингент гуманитарные наборы, например, гигиены. Туалетная бумага, памперсы, зубные щетки. Нет, они распыляли его по всем городам и районам, естественно, не обеспечивая и одной десятой доли потребности. Мы бы понимали, что это создаст проблемы. Это стало вызывать вопросы, и население очень критично относилось. За ответами ходил в Донецкий офис организации «Человек в беде». Все снято на мобильный телефон. Позвольте спросить, не сталкиваете ли вы нас лбами с населением? Не надо никого слать. У нас есть база разрушенцев. Если нам ЦУМ позволит, мы ее направим. Обеспечьте 2919 наборов. Мы не позволяем, что люди приходят к нам. Потому что мы им говорим, что нам нужно сделать – послать. Куда мы можем послать? Мы не позволяем себе послать. Действительно, главное – послать. И вот зерно раздора среди населения посеяно. Прорастет оно или нет, уже кажется, и не так важно. Осадочек останется точно – благоприятная почва. И главное – в таких благотворительных делах, в общем-то, все в рамках правового поля до определенного момента. Вы можете придумывать все, что угодно. Начиная от того, что раздавать пакетики или продуктовые наборы. Ну, на митинг придут из-за продуктового набора. Жизнь отдавать никто за идеи, которые подкреплены пакетиками с сахаром, никто не будет. Но это и не надо. Вам нужно создать критическую массу протестующих. Куда она потом разденется? Начать захватывать правительственные здания. Там, естественно, появятся всякие снайперы, прольется кровь. Благотворители выстраивают каркас возможных протестных настроений. В этих историях сюжет один. Продуктовые наборы или печенье, недовольство, люди на улице. Кстати, сам руководитель чешской организации «Человек в беде» Шимон Панек в студенчестве в 89-м прошел школу бархатной революции в Чехии. Потому и Майдан ему, видимо, оказался так близок. Слова поддержки спустя 27 лет после своих студенческих протестов в виде обращений. Ведь и сам боролся с горящим, как коктейль молотого, сердцем. Один из основателей организации «Человек в беде» евродепутат Иерамир Штейтен не скрывает своих симпатий к так называемому полку Азов. Посещал расположение, командование приглашал в Европарламент. Вот так одной рукой держит символику Азова, другой посылает гуманитарную помощь в Донбасс. Когда в итоге в Донецкий офис «Человек в беде» пришли сотрудники МГБ, организацию закрыли, попросив покинуть территорию ДНР. Ее руководители искренне удивились. Вообще в таком благотворительном деле слабость тоже как мягкая сила. Нас выгнали, а мы хотели помочь. Приехали представители ДНР и опечатали наши офисы и склады. С одной стороны, это неудивительно, ибо часть неправительственных организаций уже покинули эти территории. А с другой стороны, сейчас, когда начинается третья по счету военная зима, нужды там все еще велики. И очень жаль, что так происходит, что мы не можем во время зимы помочь этим 50 тысячам жителей продуктами и ремонтом домов и квартир в Донецке. Я в мае зарегистрировалась, в мае 2015 года я зарегистрировалась в «Человек в беде». Год прошел, я вот им звоню уже в 2016 году. А они мне говорят, что вас зарегистрировали неправильно. Написали улица Комсонолец, город Донецк, ну не горно. Ну мы прореагируем и через месяц приедем, вот сейчас и поменяем, и все сделаем. Ничего. Собираясь помогать, чешская организация собирала данные жителей. С одной стороны, понятно, отчет кому, что сделали. С другой, анкета, которую просили заполнить, уж слишком развернутая. И ясно, для обычной отчетности здесь пунктов явно с избытком. Семья без регулярного источника дохода. Люди больные, ВИЧ, туберкулезом и так далее. Дети, студенты, фамилия, дата рождения, адрес, номер телефона, состав семьи, критерии, приоритеты. Полувозрастная структура, его убеждения. В чем суть этой анкеты? Она сканирует социальное пространство, находит слабые места в социальном пространстве населения Донбасса. Слабые места, чтобы проанализировать и понять, где, с кем и как говорить, на кого и как можно воздействовать, к чему апеллировать. К слову, такая же работа, как на улице, в интернете. По моей информации, они также где-то от порядка 150 человек, на них работает, которые сидят в соцсетях и пишут негативные отзывы о Российской Федерации, о том, что Россия кинула Донбасс. В таком духе, в общем, то есть ведут подробную работу, призванную посеять недовольство как местными властями. Офис организации находится в Чехии. Вот он, сеть благотворителей по всему миру. Осваивает гранты «Человек в беде» от США, Агентства по международному развитию и Великобритании, Министерства по международному развитию. Главное, чтобы все развивалось как надо по всему миру. Благотворительность является всего лишь ширмой. Фактически, это влиятельная организация, которая действует только в определенном направлении. Когда где-то происходит конфликт, она выбирает ту «правильную» сторону. Кстати, работая в России, организация «Человек в беде» пошла дальше распространение информации. В 2004-м в одном из офисов организации в Чечне в женском центре «Иман» был обнаружен склад боеприпасов. И ликвидирован один из боевиков, скрывавшийся в офисе, помощник Басаева Иса Сакаев. Там же была обнаружена подпольная типография, где изготавливались поддельные документы правоохранителей. После этого чешскую организацию в России официально запретили. Выслали ее и донецкие власти, обвинив в выстраивании коррупционных схем и подрывной деятельности. Но, к слову, в соседнем Луганске «Человек в беде» продолжает работать.